здравствуйте заканчиваем полотно нашего свитера то есть здесь вот уже все связали такой вот рисунок получился тянется и резинка которая тоже тянется и эластичный край получился здесь сделала бабочку за 4 ряда до резинки если вы хотите чтобы у вас был свитер еще более зауженный дать можно делать еще одну бабочку за 4 ряда до моей бабки сейчас покажу какое делать то есть у нас начало ряда идет начало рисунка здесь мы делаем убавку как мы делаем вставляем спицу в две петли сразу и продеваем продеваем ниточку все это наша убавка дальше вяжем по рисунку то есть если сделать у нас было 2 изнаночную это будет 2 лицевые где 2 лицевые будут 2 изнаночные это провязываем 4 ряда спинка у нас идут идет лицевыми провязали 4 ряда у нас получилось вот так вот у вас должно получиться да и исходя из того какие петли у вас были последними мы вяжем точно даже резинку чтобы она как бы переходила как мы это делаем понятно что везде это не получится да ну стараемся вот где были у нас лицевые провязать лицевыми вот здесь вот у меня лицевые петли последние и я также вяжу лицевыми и резинку чтобы он как-то плавненько так переходил на спинке у нас будет выглядеть вот так у меня резинка состоит из 10 рядов 10 у меня завершающим это эластичный ряд как вы вязать и сейчас покажу мне он очень понравился потому что он не стягивает резинка хорошо тянется как мы ее вяжем вот у нас была резинка я тут провязала уже да на образце 2 на 2 вот резиночка берем первую петельку снимаем а далее мы делаем накид то есть если это лицевая то это от себя провязываем лицевую петельку у нас получилось 3 но 2 петли и накида вот этот накид мы продеваем левой спицы под поднимаем и перекидываем через первую петлю не стягивая то есть чтобы ниточка была у нас свободна и первую петельку который у нас оказалось на спицах мы точно тоже через нее протягиваем 2 и вяжем на что сидеть у нас если изнаночную поэтому от себя накидываем провязываем изнаночную петлю и снимаем точно тоже накид через накид проводим первую петельку потом через вторую петельку проводим также первое такое вот закрытие у нас получилось еще раз так если изнаночную то это от себя делаем накид провязан изнаночную петлю не стягивая не натягиваем ниточку чтобы она была свободна накид через накид продеваем петлю и первая петля на спице через нее тоже продеваем вторую все вот так у нас получилось такой краешек и смотрится симпатично и по функциональности очень хорошим такое на завершение вязанием основного полотна теперь у нас осталось это рукава здесь горловина и будем вязать рукава рукава у нас с рисунком по крайней мере у меня с рисунком у вас кто как хотел да кто без рисунка кто с рисунком вот такой рисуночек идентичный рисунку переда то есть здесь у нас две лицевые и две изнаночные чередуются через каждые два ряда и здесь получилось довольно симпатично в следующем видео будем рассматривать как вязать как сначала рассчитать убавки на рукаве а потом как его вязать что из этого получится будет в следующем видео благодарю за внимание до скорых встреч